Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! Продолжаем читать книгу пророка Исаии. На очереди у нас 18 глава, в которой речь идет об, как сказано в синодальном переводе, об реках эфиопских. О земле, которая осеняет крыльями по ту сторону рек эфиопских. На иврите эфиопия — это куш, и те, кто живут в тех краях, в Африке, называются кушитами. Ну, Нубия, по всей видимости, здесь под кушем понимается Нубия. Это Судан, это северная часть Судана нынешнего. Ну, впрочем, вполне может быть, что речь идет о самом Египте. Хотя о Египте будут пророчества содержаться в следующих главах. Но вот что здесь называется кушем эфиопий? Почему же по содержанию пророчеств мы можем предположить, что и о Египте может идти речь? Ну, потому что Нубийская династия в то время, во времена Исаии, как раз-таки царствовала в Египте. Нубийцы. Нубийская была власть в Египте, власть кушитов. Итак, провозглашается горе этой земле, наказание. Земле, посылающей послов по морю и в папировых судах по водам. Из папируса делали. Лодки, как известно, суда, большие, ладьи. Идите, быстрые послы, к народу крепкому и бодрому, к народу страшному от начала и до ныне, к народу рослому и все попирающему, которого землю разрезывают реки. Величайшая река Нил, которая берет свое начало в южной, в южной части Африки, по другую сторону экватора. Очень протяженная река, спорящая по протяженности с самой Амазонкой. Народ, живший по берегам этой реки, народы были разные. Вот здесь речь идет о народе, который назван эфиоплянами, кушитами. Но, возможно, что и египтяне здесь подразумеваются тоже под народом этим самым рослым, попирающим. Египетское царство во времена Исаии находилось, наверное, в состоянии упадка. Доминировал тогда на Востоке и повсюду в тогдашнем обитаемом цивилизованном мире. Ассирийский царь, ассирийская монархия, новоассирийская держава. И в эти времена, в VII веке, Египет подвергнется завоеванию со стороны ассирийцев. И не раз. Все вы, населяющие вселенную и живущие на земле, смотрите, когда знамя подымается на горах, и когда загремит труба, слушайте. «Ибо так Господь сказал мне, я спокойно смотрю из жилища моего». Жилищем Господним называются небеса в данном случае. Жилищем может называться и земное место, гора Сион, храмовая гора, храм Божий сам, дом Божий, байт. Но вот в данном случае называется, по всей видимости, небеса жилищем. Господь взирает с небес и смотрит на всех сынов человеческих, в том числе на кушитов. «Я спокойно смотрю из жилища моего, как светлая теплота после дождя, как облако росы во время жатвенного зноя». Спокойствие, только спокойствие. «Ибо прежде собирания винограда, когда он отцветет и гроз начнет созревать, он отрежет ножом ветви и отымет и отрубит отрасли». В общем, с Кушем, с Нубией или с Нубийской династией, с Египтом, произойдет то же, что произошло с Дамаском, что произошло с Муавом, о чем мы читали в предыдущих главах. В результате ассирийской агрессии, завоевания ассирийцами, нашествия ассирийского страны эти будут покорены ассирийцам, передовому на то время, народу, передовому царству. Ассирия Ашур претендовала, пожалуй, первое государство в истории, претендовавшее на мировое господство, тоталитарное государство с имперскими амбициями. «Ибо прежде собирания винограда, когда он отцветет и гроз начнет созревать, он, то есть Господь, отрежет ножом ветви и отымет и отрубит отрасли. И оставят все хищным птицам на горах и зверям полевым, и птицы будут проводить там лето, а все звери полевые будут зимовать там». Многие птицы проводят зиму на берегах Нила и его притоков, как мы знаем, летают зимовать из наших северных краев туда, но вот здесь говорится о птицах, которые будут проводить там лето, а не зиму. И все звери полевые будут там зимовать в этой стране. Может быть, здесь под птицами и зверями следует понимать метафорически людей, народы. «В то время будет принесен дар Господу Саваофу от народа крепкого и бодрого, от народа страшного от начала и до ныне, от народа рослого и все попирающего, которого землю разрезывают реки». Повторяются те же самые выражения, обороты. «К месту имени Господа Саваофа на гору Сион». Здесь говорится об обращении кушитов, об обращении нубийцев, а может быть и об обращении египтян, об обращении Мицраима к Господу. Мы встречаем в Священном Писании такие слова пророчески «Эфиопия, куш, прострет руки свои к Богу». Вот здесь место имени Господнего, это Иерусалим, конечно же, место имени Господа Саваофа, над Иерусалимом, над храмовой горой, над храмом, построенным Соломоном, наречено имя Господне, это отражение небесного жилища, это подножие ног владыки мира, гора Сион. Гора Сион, об ее локализации точно спорят, быть может, разная, имеется в виду, разная дается локализация, отождествляется с разными конкретно точками на карте Иерусалима, но чаще всего гора Сион локализуется именно с храмовой горой, с той горой, на которой стоял Соломонов храм, впоследствии второй храм, Иродов храм, и там, где сегодня Арабайт, храмовая гора в Иерусалиме. Дальше, в 19 главе, будет отдельное, довольно пространное, продолжительное 19 главе, отдельное пророчество о Египте, о египтянах. О ком говорит нынешняя наша 18 глава, о египтянах ли, находящихся под владычеством кушитов, под владычеством эфиоплян, нубийцев, нубийской династии. Или, собственно говоря, о нубийцах, то есть о той стране, где сейчас Судан, трудно сказать. Но возникают мысли при чтении этой главы, что речь идет о завоевании Египта, о Сархадонам, о сирийским правителям, которое произошло в VII веке до Рождества Христова, то есть во время Исаии. Горе этим землям, потому что посуду Божию они завоеваны ассирийцами и покорены. Так бывает всегда. Любое государство, которое покоряет другие государства, рано или поздно само оказывается покоренным другими, более сильными странами и государствами. Так происходило в древности, так происходит и в наше время. Какой урок мы из всего этого извлекаем? Все во власти Бога, царя царей и Господа господствующих, верховного правителя мира. Он распоряжается армиями, царствами и руководит ими по своему усмотрению. Для чего? Для того, чтобы или наказать, или возвысить свой народ. Древний Израиль, будь то, или христианскую церковь. Дорогие друзья, запись делается для библейского портала «Экзегет». Древний Израиль Продолжение следует...